Здравствуйте, как-то я записывал видео о том, что форум уже умирает или даже умер. И почему иногда тратить время, ну в форумах вообще бесполезно, а имел ввиду еще и в социальных сетях. Не всегда полезно для людей, которые создают контент. Потому что, грубо говоря, можно людей разделить на две категории. Первая категория создает контент, вторая его потребляет. И вот вам пример. YouTube-канал. Я залил видео и, допустим, вот название, да? И идет такая, можно сказать, мини-статья. Это описание под видео. Нет вовсе никакого смысла делать так, как я любил раньше. Это на форум заходить и писать какую-то умную статью, давать людям советы, рассказывать из своего опыта, делиться по строительству. Тогда именно я по строительству писал. Вообще нет никакого смысла. Это никто не ценит. Там тоже точно так же много хейтеров, как в социальных сетях, как на YouTube. Но я могу потратить это время, если мне хочется что-то писать и о чем-то поделиться. Да я лучше потрачу это все. На описание под видео есть ссылки. Тут любые без проблем можно писать куда угодно. Вот даже есть ссылка на тот самый форум, на котором я начинал писать. И что вы думаете? Статью на форуме о том, как мы строили офис. И с этого же и начался строительный канал на YouTube. Который я где-то через полгода начал после статьи. Так вот, статья там заняла всего лишь... Ну, статья и получился такой некий блог. Потому что страниц уже много там расплодилось. Просто невероятно много. Много людей писало. И всего лишь 12 тысяч просмотров. Вот так, 12 тысяч просмотров. А вот одно видео, заброшенное на YouTube спустя год после того, как на форуме стартанул блог о строительстве офиса. Смотрите. Снято оно все на том же офисе. 128 тысяч 584 просмотра. Есть лайки. Дизлайка очень много. Такое соотношение вообще сумасшедшая дизлайка. Но, тем не менее, все равно просмотры есть. 76 комментариев. И это только под одним видео. Поэтому мне нет абсолютно никакого смысла тратить свое время на форум. На социальные сети, куда это все в космос улетает. Это все прячется в ленте под новым наплывом информации. Точно так же, как и в пабликах, в группах. На страницах Facebook. Google Plus вообще умирает сеть. Не знаю, зачем люди тратили на нее свое время, если она вообще умирает. Twitter тоже в убытке. Может быть, они выйдут, но уже за счет телевещания. Они открыли телевещание и Перископ. Вы знаете, Перископ был популярен. Ну, Перископ не будет популярен в... Он уже не популярен в 17-м году в русскоязычном сегменте. Поскольку ВКонтакт запустил свои более удобные трансляции. Ну, и так как сеть более развита. Соответственно, все уходит в видео. И лучше снять какой-то видосик. Написать вот такую вот статейку под видео, которая получится еще лучше будет ранжировать ваше видео. Ее потом даже можно скопировать. Вставить в комментарии. И все равно это будет больше пользы приносить. Потому что это ваша площадка. Вы здесь хозяин. Вы можете... Опять-таки, на том же форуме... Ну, я был модератором на нескольких форумах. И свой у меня был форум тоже по альтернативной энергетике. Кто-то может запрещать вставлять ссылки. И вставлять ссылки на странные ресурсы. Либо на другие форумы. Либо просто модераторы начинают уничтожать все, что Ютуб... Ну, связано с Ютубом, потому что говорят, что вы просто тупо тут пиаритесь. Ну, соответственно, зачем нам нужен форум? Не знаю я. Просто не знаю. Ведь куда проще включить телефон, заснять вот такое видео. Кстати, оно вообще на телефон снято. Забросить и поделиться с миром. Кто захочет, тот и посмотрит. Подписчики придут, просмотры. Полмиллиона просмотров набралось на канале. Настоятельно вообще канал на коленке сделан. Просто на коленке. Я снимал видео поначалу вообще 640 на 480. С ужаснейшим звуком, с помехами. Вот это видео тоже снято на телефон. Качество видео, в принципе, неплохое. Но звук ужасный. Потому что, не знаю, там что-то с микрофоном и постоянно шумит. Постоянно слышны какие-то помехи. Тушку. Несний микрофон невозможно подключить. Медную. А, то есть подключить возможно. Вот так он выглядит. Не-не-не, люди смотрят. Здесь у нас резиночка посередине стоит. Вот такое видео, спасибо.